Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят Монгол РХТН. В нашей рубрике «Разговоры по пятницам, Casual Fridays», мы с Дажо Дугаровым поговорим о событиях конца июня, о так называемом путче или попытке военного переворота, который совершил Евгений Пригожин, о том, как он бесславно закончился, не успев начаться, и о том, какие последствия эти события могут иметь для всех нас. Сэмбэна Раджанна, рад приветствовать и приветствую всех наших зрителей, рад снова выступать на нашем YouTube-канале. Надо чаще встречаться. Так, я сейчас временно взял паузу своих стримов, поскольку я там новое оборудование пытаюсь установить, и, ну, может быть, в середине июля снова продолжим каждую среду выступать на лайв-стримах. И вот, ну, рад снова в Casual Fridays выступать. Очень приятно, спасибо за приглашение. Ну, смотри, 23 июня Пригожин объявил о том, что он начинает марш на Москву. Он выпустил гневное видео с обвинениями Шойгу, Герасимова. Вот, он был очень-очень гневен, и затем он с наскоку взял Ростов-на-Дону и продвинулся за один день и одну ночь, дошел до Москвы практически, меньше чем 200 километров ему оставалось. И затем вдруг он сказал, что не хочет проливать русскую кровь, хотя до этого его вояки сбили шесть вертолётов, два самолёта, стрелили там по пути кого-то. Вот, то есть это была, видимо, не русская кровь. Ну и, в общем-то, повернул назад. Вот. Я бы хотела поговорить вот на эту тему, потому что, в принципе, у всех после этого было такое чувство растерянности, да, что это было? Вот, что это было? Понимаете, во-первых, я бы хотел сказать, что история не закончилась, и господин Пригожин пока что ещё не спел свою последнюю песенку. Я думаю, у него ещё будет выступление в этой всей истории. Как мы уже обсуждали перед этим эфиром, Россия находится на грани гражданской войны и все активно готовятся. И в стране появилось много незаконных бандформирований. Российское государство благодаря Путину потеряло так называемое монополии на насилие. По теории государства и права, только государство имеет монополию на насилие, да. Ну, что значит насилие? Это силовые структуры, судебные структуры, да. Но теперь у нас в стране вершат суд, так скажем, решают судьбы людей полевые командиры, такие как Пригожин и ряд других, Стрелковы, Гиркины, да, разные частные банды, в том числе корпоративные, такие как каждую структура, по сути, да, там Газпром и так далее, они имеют уже свои частные военные компании, которые вообще-то по российскому законодательству запрещены. То есть они априори считаются незаконными бандформированиями и можно рассматривать как террористические организации. Никаких частных военных компаний и организаций в России быть не должно. Это первое. Во-вторых, российское государство в лице Путина и его окружение многие годы нам лгало, что оно не имеет никакого отношения к так называемому Пригожин, да. Хотя все знали, что Пригожин друг Путина, его повар и так далее, но Путин нам многократно лгал. Он, ну, понятно, что Путин постоянно лжет. Это такой президент, который лжет, как, ну, как это, ну, нехорошие слова, да, два пальца. Лжет, как дышит. В общем, и буквально незадолго до этого также Путин выступая где-то говорил, что мы никакого отношения к группе Вагнера мы не имеем. И к деяниям совершенных вот этой бандитской организации тоже не имеем, да. Но что мы увидели в ходе этого так называемого либо инсценировки, либо действительно мятежа, либо это, я более склонен читать, что на поверхность вышла борьба бульдогов под ковром. То, что разные башни Кремля между собой борются. Это не секрет, что в окружении Путина много центров силы. И есть ближний круг, есть второй круг, третий круг, да. Ситуация в России, она показывает, что из-за политики, проводимой президентом Путиным, государство потеряло монополию на насилие. И в данный момент, как мы уже с тобой обсуждали, действительно Россия находится на породии гражданской войны. И, по сути, власть во многих регионах и вообще по стране, она как бы опирается на незаконный бандформирование. Ну, самое крупное, как мы увидели, и самое могущественное, это далеко не пропавшее, не исчезнувшее, как многие ошибочно думают, ее не разоружили. Она сохраняет свою организационную структуру. Это частная военная компания Вагнера. Она имеет авиацию, она имеет бронетехнику. В общем, это вообще удивительно, да. Никакая, наверное, банда в мире, наверное, такого никогда не обладала. Но, как мы знаем из теории государства и права, монополию на насилие должно быть только у государства. Этого в России уже нет. Это означает, что Россия, по сути, превратилась в то, что мы обычно называем «fail state». То есть это, по сути, сомализация. Есть такой термин уже современный. Мы ничего не имеем против прекрасных жителей страны Сомали, либо Судана, да. Очень много там хороших людей, но термин уже нарицательный. То есть это сомализация. То есть не то, чтобы… Ну, можно сказать, я часто про это говорю в своих социальных сетях, что, по сути, на территории России нету государства так такового. А то, что мы имеем, это инерция. То есть мы думаем, что есть государство, да. Какие-то механизмы, они работают по инерции. Но, по сути, нету. Нету судов, нету правосудия. И вот эта ситуация, она очень многогранна. Вот эта борьба бульдогов под ковром кремлевских, да, которые заменили собой закон. Путин, в первую очередь, заменил собой закон. И это полностью проявилось в ходе этого мятежа, или попытки мятежа, или имитации мятежа. Я более склонен считать, что это одна из башен, одна… Один из кругов путинского окружения попытался сместить другой путинский круг. Ну, там явно видно, что, скорее всего, это вот этот бывший охранник Путина, Дюмин, кажется, да, фамилия, который в данный момент является Тульским губернатором, кажется. И вот окружение близкое к нему, куда входит даже в том числе и этот сам у нас дружок Путина, директора Роснефти Сечин. В общем, они, видимо, пытались убрать другое окружение Путина в виде Шойгу, Ковальчука и вот этих, ну, старый такой 70-летних стариков. То есть, ну, более такое, более молодое, так скажем, да, они жаждут больше, они более активны. А то там Шойгу и так далее, они, скорее всего, держатся на личной преданности к Путину. То есть, идет такой отбор, да, есть такие якобы ястребы, которые хотят новую кровь и так далее, а есть такие, которые хотят сохранить статус-кво, и между ними идет борьба. Эта борьба раздирает страну. По сути, закона в стране нету. И по результатам мятежа, так скажем, да, ситуации с мятежом, самое наглядное, то, что сказала пропагандистка Маргарита Симоняна. Можно даже ее процитировать, что в нашей стране юридические нормы, это не, вот, как точно, не заповеди Христовы. И если в исключительных случаях, когда вот кому-то нужно, эти юридические нормы идут лесом. О чем идет речь? Это говорит о том, что в нашей, в Российской Федерации закон ниже личного желания какого-то отдельного политика. То есть, если в какой-то ситуации Путину покажется, что, ну, он, вернее, всегда это демонстрирует, что закон – это что вышло. Никакого закона нету. То есть, друзьям все, а вам закон. Вот мы имеем такую ситуацию, да, что нету настоящего закона, а это говорит о том, что нету стабильности, у людей нету защищенности, что нету верховенства права. Полный нигилизм юридический, правовой нигилизм в стране, да, то есть это отсутствие государства. Нету более российского государства, никакого государства в России на той территории больше нет, поскольку законы не являются, не обладают верховенством. Уйдет Путин, придет, не знаю, Пригожин, да, допустим, он будет диктовать свою волю. У него кувалда есть, да, вот что это закон. Их закон – это кувалда, то есть желание убивать, грабить, насиловать и так далее. А наши соплеменники, буряты, они очень любят стабильность, они очень любят такой образ государства. Это, в принципе, в культуре буряты, монголоязычных народов, поскольку у нас очень древняя история, у нас очень древняя история государственности. И вот наш друг Николай Царемпилов как-то в одной беседе мне сказал, понимаешь, Доржо, проблема бурят в том, что они очень любят образ государства. То, что вот они говорят, вот же не выступай против государства, вот у нас должно быть такое государство, там, не знаю, там, хан не хан, царь не царь, да, что если оно есть, вот мы ему должны быть преданы, ты против начальства книги. Это такая ментальность такая, да. Но бурятам пора понять, что, извините, этого уже нету. Там незаконный банкформирования, разные группировки, бандиты. Это не государство, это криминалы. И бурятам давно пора понять, что нам надо создавать собственное государство. Ставленники режима, ну, таких как ЦДНов, кто там еще, Наговицын, они не обладают никакой легитимностью. Они, вот, опять же, правовой нигилизм приходит ЦДНов, назначает его Путин, да, и под ЦДНова изменяется Конституция Республики Бурятия. То есть под одной, один персонаж изменяется фундаментальный закон государства. Под одного человека. Ну, это правовой нигилизм, это отсутствие государства. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки, которые так любят критиковать в России, они живут по одной Конституции с 1776-го, кажется. Я точно не помню, но со времен независимости. За все время в Америке внесено, за вот 200 с лишним лет, внесено 27 поправок или 28. Одна отменена, 18-я, кажется, поправка была отменена. Последняя поправка в американскую Конституцию, а я очень неплохо разбираюсь вообще в законодательстве, как российском, так и иностранном, любом. Последняя поправка в Конституцию Соединенных Штатов внесена в 92-м году. Нет, вернее, она утверждена в 92-м году. Но я расскажу примечательный факт. Сама поправка, вот эта 26-я или 27-я поправка, которая действует, она была подана в 1789 году. И ее обсуждение, поправки вот этой 27-й, 28-й, шло 203 года. 203 года люди одну поправку вносили, обсуждали. Она касается зарплаты госслужащих, сенаторов, конгрессменов. И 203 года люди обсуждали ее. То есть всего лишь у них столько поправок в Конституцию. А у нас несколько лет назад, в России я имею в виду, 2-3 года назад полностью перелопатили всю Конституцию Российской Федерации. Там внесли, что это русский народ, государство образующие. Что там еще было там? Что Путин может много раз еще выдвигаться и так далее. То есть мы видим, что нету никакой стабильности. Вот при моей жизни, так скажем, да, мне 44 года. Я жил при Брежневской Конституции, потом, ну, вот уже... Ельцинская была. Ельцинская, да, вот 3-4 Конституции за свои 44 года. Вот я помню, что в 77-м, кажется, году была принята Брежневская Конституция. То есть я уже при нескольких Конституциях живу. То есть это полное отсутствие стабильности. В отличие от Соединенных Штатов, которые так любят ругать россияне, извините, 200 с лишним лет они живут при одном основном законе. И всего лишь 27-28 поправок, из которых одна только отменена, которая касалась, кажется, сухого закона, принятого в 2013 году, отменили там в 30-х годах, кажется, или в 28-м, в 28-м, в 29-м году. Вот. Но примечательно, вот про ту же стабильность и верховенство закона. Мы, как бы у нас тысячелетие... Вот уж кому можно говорить про тысячелетние традиции, да, вот возьмем нашу монгольскую государственность. Так называемую Великую Ясу Чингисхана. Одна из первых статей в Яси. Хотя она как бы считает, что якобы текст не сохранился, но тем не менее ее передавали. В том числе есть записки у Рашида Дина, есть европейские исследователи, которые находили ссылки на Великую Ясу. И... Она называется же засак? Нет, скорее она называется Йос, Йогун. А я могу объяснить сам термин Яса, Йогун. Почему это так? Потому что в бурятской традиции, в бурятском диалекте, слово Йогун как бы традиция, да, но это не совсем так. На самом деле слово Йогун надо понимать как положение, установление, потому что когда мы говорим так должно быть, то есть так положено, да, то мы говорим тима бэхэ йохотэ, то есть так положено. То есть, Лена, это уложение, это древняя форма слова. И в современных турецком языке, курдском языке слово Яса, Йогун, означает закон. Они восприняли от нас. И у меня даже такая история есть там про одного моего знакомого курда, который меня просил написать это слово. Я его спросил в итоге, почему это важно? Ну, он просил меня на монгольском написать, как это выглядит. Я его спросил, а зачем тебе такое? Он мне сказал, что мы от вас, монголов, восприняли понятие законности, правопорядок. То есть, что значит правопорядок? Это означает верховенство закона, то есть неизыблемость. И одна из первых статей великой Ясы Чингисхана гласит, что ни при каких условиях закон не может быть отменен. То есть, всегда верховенство право. Что же там еще-то? А, никто не может себя провозгласить ханом, императором и так далее, только как по решению Курултая. Вот такие статьи. То есть, мы видим, что у нас монголоязычных народов понятие верховенства право тысячелетнюю историю имеет. Это, я не знаю, может быть, в Древнем Риме еще было. Да, я как раз вспомнила про Древний Рим, и я вспомнила, что при всем, при том, что там, например, в той же истории Европы, там были периоды абсолютизма, которые там, естественно, были также традиции демократии, и в то же время абсолютизм, в то же время деспотизм. Но, тем не менее, вот ценность закона, она всегда была. Так как вот на латыни, например, есть выражение «Dura lex, sed lex». Закон суров, но это закон. Закон. И вот, а в России такого выражения нет. В России выражение «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Когда речь заходит о законе, о законности, я не могу найти никакого выражения, которое бы демонстрировало, что в России закон – это ценность, что закон – это что-то неизыблемое, что каждый должен следовать закону. Это есть в Древнем Риме, римское право. Вот при всём Средневековье и так далее в Европе, тем не менее, сохранялась ценность вот этого института законности, юстиция. Юстиция – это справедливость. Совершенно верно. Справедливость. То есть люди всё равно считали, что ты король, но, тем не менее, ты должен следовать закону. И поэтому люди и восставали против абсолютизма, поэтому, например, вот и случались эти революции, потому что люди знали, что абсолютная власть, она развращает, и это неправильное установление. А в России никогда не было ничего другого, там был только абсолютизм. А абсолютная власть – это абсолютный разврат, так скажем. То есть общество развращается снизу доверху. И вот в России никогда не было такого, что, ну, то есть там, может быть, в самом конце, да, то есть какие-то европейские институты проникали в Россию, и там как-то, ну, пытались люди строить, да, общество на других началах. Но никогда этого не было укоренённости, этой ценности. Вот именно народной традиции. У нас, да, вот если брать бурят, то мы в этом, действительно, я вот как раз, как говорится, великие умы мыслят, мыслят одинаково, да, или похоже. То есть я тоже подумала, что у нас ведь тоже, да, вот это вот стремление к порядку. То есть всё должно быть... Да, то есть при том, что буряты, да, вот до прихода русских мы жили на севере, и мы как бы были такими, как любит Оксана говорить, диссидентами, да, то есть мы бурятские племена, мы хотели жить своим порядком, да. При этом, да, действительно, мы как бы номинально были данниками монгольских ханов, но тем не менее мы вот жили согласно своим установлениям и вот это вот стремление к тому, что всё должно быть логично, порядок должен быть, и при этом вот это вот... То, что мы живём под синим небом, да, то есть закон вечного синего неба, он давлеет, он... Это высшая ценность. И вот в азиатских культурах это есть, у китайцев это есть, что должен быть порядок, да, консульцианский вот этот вот порядок, у японцев есть это, у вот, ну, у всех... Я не говорю, что там европейская культура, да, там азиатская культура. Вот у нормального общества должны быть такие вот установки, да, а в России этого нет, потому что это ненормальное общество было с самого начала. То есть если мы возьмём, например, Московию, истоки её, да, кто стоял у истоков? Иван Грозный. И потом постепенно эта страна как-то пыталась, да, цивилизовываться, но в результате не вышло. Да, к сожалению, последний налёт попытки цивилизованности был скинут нынешним главой. Я не устану это повторять. Давно хотел узнать, чем закончилась сказка про Ивана Дурака, который стал царём. Вот мы его это увидели. И, к сожалению, сказка ложь давней намёк, добрым молодцам урок. Вот. А также я хотел бы обсудить другую сторону вот этой всей истории. Сегодня она имеет продолжение про финансовую сторону истории группы Вагнера, да, ЧВК Вагнера. Как мы помним, Путин, несколько дней назад, выступая где-то в Кремле, заявил, что, вот, он подтвердил, до этого он много лет нам лгал, что никакого отношения российское государство к ЧВК Вагнера не имеет. Ну, это там такие ребята где-то там что-то делают, но это к нам не имеет. Это отношение, да. Но вот несколько дней назад Путин выступил в Кремле, рассказал про финансирование российским государством частной военной компании, повторяю, запрещённой законом. И такие вот цифры он озвучил, что на деятельность, так скажем, ЧВК было выделено 180, ну, где-то порядка 80 миллиардов, 86 миллиардов рублей. Потом ещё 110 миллиардов рублей было потрачено на страховые выплаты и компенсации, ну, уже погибшим там, семьям, да, этих участников ЧВК Вагнера. И плюс ещё 80 миллиардов на деятельность вот этой, на покрытие контрактов, договоров с структурой, вот эту обслуживающую ЧВК, вот это Конкорд. То есть где-то порядка 270 миллиардов, ну, так округлённо 300 миллиардов, да. 300 миллиардов рублей. Это из уст Путина. Вдруг на компанию, которая вообще-то в принципе существовать не должна, то есть частная военная компания, ещё раз повторяю, запрещена российским законодательством. Вдруг 270 миллиардов. Но сегодня утром, вот включив новости, и я услышал, что выступает этот пропагандист Киселёв, и он заявил, что на самом-то деле, то есть, ну, видимо, у них там попытки очернить вот этого Пригожина, очень глупые попытки очернить Пригожина в том плане, что они всё больше и больше раскрывают про него фактов и собственной деятельности, да, и оказывается на Пригожина потрачено 1,7 триллиона рублей за прошлый год. То есть по разным статьям 1,7 триллиона. То есть 845 миллиардов на Конкорд и вот почти 1 триллион на вот сам Вагнер, да, вот на деятельность Вагнера. То есть получается 1,7 триллиона рублей. Ну, это такие цифры, вот, ну, кажется, ну, триллион, миллиард, ну, подумаешь, да. Я, поскольку я вот недавно занимался написанием программы экономической, политической для Бурятии, вот, для будущей Бурятии, и понятно, что документами много работаю, и у меня сразу в голове вот это сложилось, и давайте сравним с бюджетом Бурятии. Бюджет Бурятии на 2023 год составляет 100 миллиардов 800 миллионов, из которых дотации из федерального бюджета составляют 62 миллиарда рублей. Из 40 миллиардов это собственные доходы на налоговые и другие поступления, да. То есть 62 миллиарда у нас дотации и 40 миллиардов собственных, как бы, доходов, да. Ну, понятно, что такой бюджет, он тоже очень такой, ну, поскольку нам говорят, что мы дотационный регион, на самом деле из Бурятии, конечно же, извлекается больше, поскольку у нас все-таки сырьевая экономика и добыча природных ресурсов из Бурятии выкачивается намного больше, да. И даже производящие промышленные предприятия самой Бурятии не принадлежат. Они принадлежат олигархам и так далее, и налоги в Бурятии они не платят. Ну, зарплаты, может быть, платят. Вот. И если сравнить, что Москва нам в Бурятии дала 62 миллиарда, а подождите, какой-то незаконный бандформированию выплатили 1 триллион 700 миллиардов, то как бы получается, что за прошлый год структура вот этого незаконного бандформирования Вагнера получила 20-летний бюджет Бурятии. Где-то, если округлить, то это получается 20-летний бюджет Бурятии. Я не понимаю. Бурятии до сих пор хотят жить в таком государстве. То есть, что такое 20 лет, да? Это человек родился, пошел в детский сад, отучился в школе и уже закончил университет. Практически закончил университет. Вот это 20 лет для человека, да? И за прошлый год Российская Федерация потратила на незаконный бандформирование 20-летний бюджет Бурятии. Сколько еще можно терпеть существовать в таком государстве? А не пора ли сказать им до свидания? И понятно, что эти деньги, да, вот эти 1,7 триллиона рублей и так далее, они же тоже не из воздуха берутся. Они выкачиваются из всех регионов. Российская экономика, модель экономики, она сырьевая. То есть, ничего нет в Москве. Я не устану это повторять. На Красной площади нефтяные вышки не стоят, золотые рудники там не копаются, и пшеница на Красной площади не растет. Ничего этого нет. Все это регионы. Алмазы из Якутии, золото из Бурятии, уран из Бурятии, берилли из Бурятии. Мы знаем, что в Бурятии сейчас вот в этом году, конечно, заработает озерное ГОК. Вот это добыча цинка, свинца. Вроде бы планируется 28 лет добывать, а ежегодно будет извлекаться 8 миллионов тонн. Это примерно несколько миллиардов долларов. То есть, на который... Это только один ГОК в Бурятии будет. И Бурятия на эти средства могла бы жить припеваючи. Но никакие из этих денег в Бурятии не будут оставаться. Потому что предприятие Бурятии принадлежать не будет до тех пор, пока Бурятия не станет независимым государством. Все будет уходить из Бурятии. И нам постоянно будут говорить, что мы дотационный регион. И давать вот эти жалкие... Да, вот по проекту бюджета на вот этот год Бурятии выделяется 62 миллиарда. 24-й год 40 миллиардов. И 25-й вроде планируется вероятно 30 миллиардов. То есть дальше мы должны... Я имею в виду Республику Бурятии должны как-то сами найти недостающие 70-80 миллиардов, 100 миллиардов в бюджет Бурятии. Я не знаю, откуда Бурятии при нынешнем режиме найдут эти деньги. На что они будут жить? То есть нет никаких перспектив. Поскольку люди в основном думают своим кошельком чаще всего, да, великие, высокие идеи, там, наша прекрасная независимость, так далее, да, не каждый думает. Но я думаю, что в конце концов люди-то своим кошельком думают. Своей безопасностью имеется в виду благополучие. Своя рубашка ближе, да. И пора призадуматься, какая рубашка у вас будет. либо она будет что-то хорошая, ну, из шелков, так скажем, то есть на собственные средства. У Москвы ничего действительно нету. Она все извлекает из регионов. Раньше, когда Советский Союз еще был, да, москвичи говорили, вот, все там регионы, там, союзные республики говорят, что Москва всех кормит. Как-то все разбежались и, ну, посмотрим, балтийские страны, в которых нету таких сырьевых ресурсов, как, допустим, у нас Бурятия. Они динамически развивающиеся регионы. Сейчас Эстония, наверное, в Восточной Европе, я думаю, что она очень сильно потеснит ту же Финляндию. А Финляндия ни много ни мало первое место в мире, по счастью, есть такой рейтинг, счастье, ну, благополучие жителей, и Финляндия уже, Финляндия, в которой я живу последние 7 лет, она занимает первое место уже последние 7 лет. И опять же, в Финляндии нету таких ресурсов, таких, как в Бурятии, там, полиметаллических руд, ничего тут такого не извлекается. На севере, когда-то, в районе Пицаму, выхода к Северно-Ледовитому океану, были никелевые руды, которые отобрал Советский Союз. Они сейчас принадлежат России, да? У Финляндии нету таких ресурсов. Ничего, здесь не выкапываются какие-то металлы, нефть, газ, ничего нету. Но Финляндия занимает первое место в мире как-то, ничего такого не имея. Я думаю, что при правильном подходе экономики Бурятии мы можем потеснить многие страны. То есть, если мы станем независимым государством и сами будем распоряжаться своими недрами, своими промышленными предприятиями и будем создавать услуги сервиса, я думаю, Бурятия имеет огромные конкурентные преимущества. Даже соседнюю Монголию мы очень быстро потесним, очень быстро. И в будущем, я думаю, будем легко тягаться и с Южной Кореей, и с Японией. Конечно, там очень большой человеческий потенциал, большая численность населения, но если сравнить ту же Монголию, Монголия за последние 30 лет увеличилась в 2,5 раза численность населения. И сегодня это становится конкурентным преимуществом Монголии, то есть у них много образованных молодых людей. Достаточно съездить в Улан-Батор и посмотреть. В наших людях это сознательно взращивается, это чувство выученной беспомощности, эти страхи, что мы не сможем, мы не выживем одни. Но надо это все преодолевать. Да, надо преодолевать, надо учить и надо показывать перспективы. я вот в процессе написания экономической программы для Бурятии в будущем вот постоянно ну я раньше работал в нефтяной компании Юкус, хотя у меня должность была инженер-системщик, но тем не менее немножко стал разбираться в теме. Потом Бурят золоте работал, поэтому у меня есть интерес к таким вещам, и вот в ходе вот этого написания вот я поглядываю биржевые цены на нефть, на цветные металлы и вот рассуждая о том же ГОКе Озерный, который сейчас открывается, посмотрел на стоимость руды, цинка на мировом рынке, ну как я уже сказал, что собираются ежегодно продавать 8, добывать 8 миллионов в тонн и посмотрел на стоимость одной тонны вот этой руды, и вот средняя медианная цена составляет 3000 евро на тонну, вот вчера я смотрел было 2300 долларов за тонну, а пиковая цена почти 5000 это было в апреле прошлого года, то есть 5000 за тонну, ну то есть если мы берем и умножаем это на эти 8 миллионов ежегодно, то это колоссальные деньги для, и понимаете, вот допустим вот этот озерный ГОК, который Бурятии не будет принадлежать, он извлекает 8 миллионов и продает усредненная цена 3000 долларов за тонну, какие-то колоссальные деньги, которые уйдут мимо Бурятии, мимо бурятского населения, я имею ввиду всего бурятского населения, всех жителей Бурятии, и русских, и якутов, и венков наших, украинцев, кто у нас в Бурятии живет, вот это огромные колоссальные суммы, еще у нас извлекается нефрит, у нас золото и так далее, у нас единственный промышленный рутник бериллия на всей территории Российской Федерации, а без бериллия, кстати, нету атомной промышленности, никакой, потому что это единственный, ну, такой важный металл, который изготавливается вот эти замедлители нейтронов из бериллия, очень важен при атомной энергии, ну, как в мирном атоме, то и вооруженном, да, без него невозможно создавать атомное оружие, невозможно создавать атомные электростанции, и вот этот бериллия извлекается только в бурятии, то есть без, ну, если вот мы в будущем будем, допустим, сохраняем сырьевую даже, если мы сохраняем, да, а я против сырьевой экономики, то есть это должен быть только один из элементов экономики, а не вся экономика только попадает в сырьевой капкан, и вот допустим продаем этот бериллий, который тоже бешеных денег стоит, у нас даже конкурентов не будет на мировом рынке, ну, я имею ввиду на евразийском пространстве не будет конкурентов, мы будем продавать, мы единственными монополистами будем, но если в данный момент все эти деньги уходят в Москву, вот, и получается, да, и получается, как бы буряты сидят откровенно на золотых горах, откровенно, ну, просто зная, какие нетров бурятии, и как все это распродается мимо нас, я понимаю, что нас просто обкрадывают, просто обкрадывают. Да, я хотела бы еще затронуть такой аспект этого неудавшегося переворота, как вскрывшаяся слабость российской власти, вот, и неготовность, абсолютная неготовность к такого рода эксцессам, потому что как так получилось, что он зашел, например, из Украины зашел на территорию России, захватил практически без единого выстрела Ростов-на-Дону, крупнейший, Воронеж, Ростов-на-Дону, то есть прошел как бы нож по маслу, да, через всю Россию, и ему никто не мог ничего противопоставить, да, какие-то там самолеты там полетели, вот, они подожгли, значит, самолет сбил там гражданский автобус, вот, и в результате он просто, да, ну, просто эти вертолеты, самолеты были сбиты, армии абсолютно никакой нету в России, оказывается, там были только перепуганные срочники где-то, да, которые разбежались там, Росгвардия, которая гоняет стариков и студентов, да, ОМОНовцы, вот, и у них единственное, чем они вооружены, это как бы может быть только там личным стрелковым оружием, да, и все. Нет, нет, у них ничего нету, даже оружие, то есть и полицейские, вооруженные дубинками, и все. Да, да. То есть нету, да, армии, армии практически нету, и сейчас ее, как бы, добивают в Украине. Совершенно верно. Все голо вокруг, все голо, нету ничего, поэтому, по идее, да, вот, то, что вот Пригожин ушел, это, скорее всего, произошло из-за того, что он совершил ошибку, он не эвакуировал свою семью из Санкт-Петербурга, скорее всего, его семью взяли в заложники, и именно поэтому он и повернулся и ушел. Вот, что может быть, да, вероятно. То есть это все, да, это была, в принципе, вот эта ситуация, это просто генеральная репетиция того, что, может быть, еще грядет в будущем. Я думаю, нам просто надо всем быть готовыми к этой ситуации. Совершенно верно, полностью с тобой согласен, что это только прелюдия к будущим событиям, это только прелюдия, ничего не закончилось, только все начинается. Если мы знаем хорошо историю России, это только начало. Просто так не бывает, что вот такие вещи, ну, да, Путин не смог его победить, и хотя он из всех сил пытается сейчас играть, что якобы там встали грудью все, ну, это же ложь, откровенно, ложь. Ростов был взят, Воронеж был взят, ну, Воронеже, даже, знаешь, одна наша общая знакомая, ну, еще по обороне, она мне позвонила из Воронежа, вернее, я ей позвонил, потому что я все пытался ей дозвониться, я же знаю, что она в Воронеже, и тут я слышу, что в Воронеж заходит группа Вагнера, я пытаюсь дозвониться, и еле-еле дозвонился, поднимают, она поднимает трубку и орет, я говорю, что с тобой, ну, я ей писал инструкции, там, набрать воду питьевую, купить еды, спрятаться, в общем, не высовываться, да, по возможности сбежать в деревню, сидеть там. Она орет, я говорю, что у тебя, она говорит, ты представляешь, я тут недалеко от нефтебазы, нефтебаза взорвалась, и это было видно из ее окна, это, то есть, какой это ужас, вроде мы ни с кем не воюем, у нас нет, у нас же СВО, или как там, ну, я имею ввиду в России, да, вот это, нет войны, у нас там СВО, спецвоенные операции в Украине, да, но, тем не менее, взрываются нефтебазы далеко от фронта в Воронеже, и просто взрываются, и просто наш общий знакомый это видит своими глазами, то есть, это же кошмар, то есть, это отсутствие государства. Вот, моя мысль была в том, что, во-первых, это уже касается всех, кто находится в России, никто не застрахован, что война придет в ваш дом, что даже наш общий знакомый видит из своего окна, как взрывается нефтебаза в далеком, далеко не при фронтовом городе, в России отсутствует полноценная власть, отсутствуют институты государства, нету законов, какие-то люди, неизвестно, кто такие, могут приехать в тюрьму, забрать оттуда бандитов, рецидивистов, насильников, убийц, и так далее, да, выдать им оружие, а потом еще и отпустить через несколько месяцев с этим же оружием, и плюс еще им дадут медали, там, не знаю, там, говорят даже, вот, участники ЧВК Вагнер получили некоторые вот эти медали Героя России, я такое слышу, и как говорит наша новая шутка, Герой России Пригожин решил устранить другого Героя России Шойгу, напал на него, да, а другой Герой России Кадыров застрял в пробке и не смог, напасть на Героя России Пригожина, а Герой России Путин убежал на озеро Валдай, да, в общем, все были кругом Герои России, но эти Герои России разрушили полностью институты государства в стране, а Российской Федерации по факту уже не существует, они официально заявляют, что закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, то есть Маргарита Симоньян после мятежа заявила, если нам потребуется, никакие нормы законов действовать не будут, будем действовать по обстановке, то есть захотят кого-нибудь ограбить, ограбят, захотят расстрелять, расстреляют, законов нету, государства нету, надо думать о будущем, и я думаю, что бурятскому народу надо в конце концов сделать исторически правильный выбор, создать несовисимое государство, иначе перспектива, а, очень важный момент, очень важный момент, вспомнил, буквально неделю назад в Англии, Великобритания, имеется в виду, был принят закон о том, что после войны до тех пор, пока Российская Федерация не выплатит все репарации, полностью не возместит ущерб нанесенной экономике, и вообще Украине, и экономике Европы, санкции сняты не будут. О чем это говорит? До тех пор, пока буряты будут находиться в составе Российской Федерации, они будут платить по этим счетам. То есть у будущих бурятских поколений нету никаких перспектив пока мы в России. только отделяться, потому что буряты, в принципе, в этой истории тоже жертвы. И выйдя из состава Российской Федерации, мы по их долгам платить не будем. Мы еще свое потребуем, потому что буряты жертвы. Жертвы геноцида. Да, жертвы геноцида. Надо называть вещи своими именами. Жертвы этой политики геноцида в отношении бурят, калмыков, якутов, татар, башкиров и прочих народов, ирзиан. Поэтому надо выходить. А если мы сохраняемся в составе Российской, так называемой Российской Федерации, то мы будем многие десятилетия платить. Германия ей многое списали после Первой мировой, после Второй мировой, но тем не менее последние платежи за Первую мировую войну она выплатила только в начале нулевых. Надо об этом помнить. Но Германия, это все-таки Германия, это совершенно другая история. У нас же все отберут. И буряты, ну, я понимаю, что москвичи, они за счет чего они будут платить? Они будут платить за счет регионов. Конечно. От себя они вряд ли что-то оторвут. Будут платить якуты, будут платить буряты, татары, чукчи, пашкиры, так далее, чеченцы. Ну, все, у кого что-то есть в их земле, что у кого-то можно отобрать? Отобрать, в первую очередь, будущее нашего народа, наших детей, поколений, будущих поколений, перспективы. либо бурятам будет единственная перспектива это бежать из России, но либо нам сражаться за свое будущее. То есть свободу никто не дает, свободу берут своими руками. Только так. И если мы сохраняемся, остаемся в Российской Федерации, у бурятского народа никакого будущего не будет. Мы должны это признать. вот на этой ноте сегодня, наверное, мы завершим. Да, конечно, я полностью разделяю этот взгляд, именно поэтому мы и разговариваем сегодня на эти темы, доносим до наших зрителей. Пожалуйста, да, спасибо, спасибо за этот разговор. Будем ждать с нетерпением стрима следующего. Вот. И всего доброго, до новых встреч. До хим, у затра, БРТ. БРТ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова